Слушайте доктора Как для любого, наверное, родителя Любой диагноз звучал как гром Среди ясного неба И надо сказать, мы прошли с дочерью длинный путь Очень У нас было 5 или 6 ортопедов Прежде чем мы, кстати, попали В Центр травматологии, ортопедии И нейрохирургии К тому самому доктору, который нам определил Шину Веленского Правда, надо было тогда выписывать из Москвы Потому что здесь не было А до этого всякие разные страсти-то нас, конечно, преследовали И угроза того, что нас загипсуют до 3 лет Включительно И разные другие вещи Но удивило меня тогда вот что Сейчас даю такую справку, наверное Чтобы сразу же вот сейчас два доктора Скажут, мамочка, так, остановитесь Вы делали всё неправильно, надо делать так Я этого, собственно, и хочу Удивило меня тогда то, что Поставили диагноз так поздно Потому что когда Я вот читаю, естественно, в интернете Мы же все умные, мы в интернет сразу ходим Что дисплазию можно диагностировать рано Практически в течение месяца после рождения И тогда не будет таких серьёзных последствий Какие они могут возникнуть на поздних стадиях Трудности диагностирования? С 1936 года много чего изменилось, да? И сегодня вот как раз мы это обсудить Пригласили Яговкина Михаила Александровича Это заведующий детским травматологом Ортопедическим отделением Главный нештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Кировской области Детский Добрый день, Михаил Александрович Добрый день Ну вот если говорить про Ваш случай, Светлана Да То тогда как раз я был заведующим отделением Михаил Александрович был ведущим доктором Сейчас уже Михаил Александрович знает намного больше, чем я Вот и практической работой занимается, наверное, чаще Но тогда не было системы выявления Вот если говорить о том У нас тема дисплазии Это забедренного сустава Но ведь дисплазия тазобедренного сустава Она, скажем Мы можем сказать, что она состоит из нескольких степеней выраженности Первое, это скошенность крыши вертужной впадины Это подвывик бедра И крайняя степень это вывих Децентрация подвывик бедра И крайняя степень вывих бедра И все это укладывается в термин Дисплазия тазобедренного сустава Если хотите Поэтому дисплазия разной степени выраженности Она проявляется, может быть, даже и крайними изменениями Вывихами бедра Так вот, для того, чтобы выявлять не в 10 месяцев Ну, должна быть система Вот мне, Косана, расскажет о том, как она сейчас работает Ну, естественно, дети смотрятся в более раннем возрасте Есть подходы, скажем И мы знаем, вот в Санкт-Петербурге На ионатальной ортопедии Есть практика осмотра детей сразу После рождения В роддомах, да, специалистами Но сразу хочу сказать Действительно, любого родителя Ведь с этим сталкиваются молодые родители И даже первородящие мамы Для них это проблема Когда ребенку ставят этот диагноз И здесь начинается диагностика С учетом достоверных и вероятных признаков Большей степени вероятных признаков Дисплазии тазобедренного сустава Диагностируют кто? Участковые педиатры Меньшей степени Большей степени Медицинские сестры Массажистки И, в общем-то, родители проходят всех Прежде чем их посмотрит Травматолог-ортопед И я сразу хочу вам сказать Независимо от того, что скажет Михаил Саныч Он об этом повторит, наверное Что дисплазия тазобедренного сустава Это диагноз, который ставится Предварительно методом скрининга по УЗИ А окончательно по рентгенограммам И никакие нововеяния Ни новые тенденции Меня в обратном не убедят Все остальное является только Признаками, которые Являются либо вероятными Такая симметрия складок Ограничения, отведения и так далее Об этом мы еще скажем Но они, эти вероятные признаки Должны наталкивать на то Чтобы посмотрел специалист И с достоверностью установил Что здесь дисплазия Пока нет точек окостинии До определенного возраста Да, это метод скрининга Квалифицированный Правильно установленный Сделанный специалистом УЗИ тазобедренного сустава А в дальнейшем это рентгенограмма И лечить тоже нужно по снимкам Так вот, слово Михаил Саныч Все-таки вот как сейчас Когда вы считаете Своевременно и правильно Начинать первый раз смотреть ребенка Безусловно, большим плюсом Было то, что с 2007 года Появилось скрининговое Обследование детей Первого года жизни По родовым сертификатам Было введено Выполнение УЗИ тазобедренных суставов В возрасте одного месяца Соответствующим осмотром ортопеды Безусловно, ненатальный Период Позволяет Выявить Грубое нарушение Тазобедренного сустава Такие как Вывиг бедра Присутствует симптом щелчка Если мы осматриваем детей В условиях Родильного отделения Перинатального центра Который сохраняется В течение 7 дней Если пациент У нас обращается В возрасте одного месяца Этот симптом мы уже не видим К сожалению Подождите, еще раз тогда То есть вот родился ребенок На который день К нему приглашают ортопеда И кто? Значит, безусловно На сегодняшний день В родильных отделениях Доктора Обладают Теми Скажем так Минимальными знаниями В плане объективного осмотра Он стесняется сказать Что травматологов Ортопедов В перинатальном центре нет Но это, наверное, и правильно Безусловно Базовыми нарками обладают Люди, которые, в общем-то Там работают специалисты Да, то есть Симптомы щелчка В принципе Достаточно ярко выражены И когда Доктора Могут заподозрить Патологию Тазобедренного сустава Соответственно Непосредственно Я так вклинилась Еще раз Но, наверное, нужно слушателям сказать Все-таки мы говорим про признаки Ведь Все-таки после нашей передачи Наверное, они должны быть Как-то и ориентированы Безусловно Есть признаки достоверные И вероятные Мы говорим Признаки Вероятной дисплазии сустава Косвенные признаки Это При объективном осмотре пациента Мы обращаем внимание На Ограничение движений В тазобедренном суставе Ограничено Ограничено Отведение В тазобедренном суставе Избыточная Внутренняя ротация Тоже один из косвенных признаков Или наружные Да Асимметрия Бедренных Ягодичных Складок Если это грубая патология Выбедра Разная длина Конечно То есть это те косвенные признаки Когда Можно заподозрить Что есть какая-то проблема С тазобедренным суставом И неонатолог должен направить В таком случае На сегодняшний день Если возникает такая ситуация То Достаточно часто Практикуется Вызов На очную консультацию В тот же перинатальный центр Ортопеда Или в другое Родильное отделение Другой роддом Следующий Вот Михаил Александрович Скажите А вот Как это Чуть не сказал Когда я начинал Так Вот когда мы начинали Действительно В 2004 году Да Даже или раньше Но Там не было такой системы Правда И мы столкнулись с тем Что было больше Запущенных случаев А запущенный случай В нашем понимании С Михаил Александровичем Это случай Который уже Выявлен позднее Чем в 3 месяца Там есть разные подходы Там 0-3 месяца лечения 3-6 месяцев 7-12 месяцев Но в случае Который Дисплазея Либо подвих И вывих И мы обнаружили Скажем Когда ребенок Уже начинает И ползать Или ходить Для нас проблема Лечить сложно Так вот Как вы считаете Вот Это правильное направление Вообще Неонатальная ортопедия Которая сейчас Пропагандируется Для того Чтобы Вот в Санкт-Петербурге Например Да Мы с вами читаем В последних монографиях К каждому родительному дому Фактически Прикреплен Торматолог-ортопед Детский ортопед И Все дети Просматриваются Уже непосредственно В роддоме Как вы считаете Вообще Это целесообразно И я понимаю Что это еще Не система в стране Это вот Отдельно взятый регион И их направление Вот это правильно Или нет Это позволит В полной степени Скажем Диагностировать На этом этапе Или все-таки Достаточно Оставить скрининг Специалистам Перинатального центра А дальше уже Травматологам И ортопедам Вмешиваться там В месяц Как это было В год И вот эта новая система Которая была Скажем Дважды Осмотр в год Она доказала Свою эффективность Система Которая была До 2012 года Осмотра ортопеда Два раза в год То есть В один месяц И в один год Она доказала Свою эффективность Объясню почему И не требовала Доисполнительного Осмотра Предварительного В перинатальном центре Да Безусловно Она требовала Осмотра В перинатальном центре При явных Признаках Тяжелой патологии Тазобедренного сустава Достоверных Достоверных Да Вот К сожалению С 2012 года Произошли изменения И на сегодняшний день Осмотр ортопеда Проводится только В три месяца На первом году жизни УЗИ Тазобедренных суставов Проводится в возрасте Одного месяца Осмотр ортопеда В три месяца Ну мы это говорим Обязательный осмотр Безусловно Здесь приходится Сталкиваться с тем Что повышать Базовые навыки Участковых педиатров Вот И А УЗИ проводится В возрасте Одного месяца Одного месяца То есть Ну в любом случае УЗИ выполняется В месяц Если УЗИ А УЗИ Это очень такая Деликатная процедура Где УЗИ нужно Правильно сделать Правильно 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 Поставить Датчик Плоскоть Среза Нужно правильно И правильно Интерпретировать Ну естественно Если в один месяц По УЗИ Будет диагноз Там Будут Признаки Дисплазии Сустава Либо Децентрации Подвывиха Либо вывиха Бедра Естественно Травматолог Ортопед Детский Посмотрит раньше Но Вот еще раз В моем понимании УЗИ Это метод Такого Широкого скрининга Он нам не позволяет Скажем В нынешних реалиях Сегодняшних Гарантированно По крайней мере Для меня Понимать Что Есть положительная Либо отрицательная Динамика У каждого Конкретного пациента Все равно Мы подключаем Здесь Рентген И Все-таки Как это Смотрим руками Здесь должен смотреть Специалист Безусловно На первом месте Это объективный осмотр Пациента УЗИ Тазобедренных суставов Это как дополнительный Метод обследования Если мы видим По результатам УЗИ Тазобедренного суставов Установлена Норма Зрелые суставы Один По объективным Данным Мы видим Асимметрию Складок Ограничение Движения Тазобедренного сустава Избыточную Рентгенобзорную По поводу Избыточной Ротации Хочется сразу Сказать Мы говорили Избыточная 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 Внутренняя Ротация Когда дети Начинают ходить А вот Дисплазия Тазобедренного сустава Проявляется Не только Скошенностью Крыша Вертужная Впадина Она Еще Появляется Недоокончательным Поворотом Головок Бедренных Костей Ну вот В фронтальной Плоскости Они смотрят Впереди Поэтому Когда ребенок Начинает ходить Подсознательно Организм Стабилизирует Тазобедренного сустава Поворачивая Ножки Кнутри И родители Говорят Ребенок Ходит Косолапит Они говорят Да Ну вот Или как-то Ходит Запинается Ножки Смотрят Кнутри И вот Это и есть Проявление Дисплазии Это мы Называем Избыточное Мы ставим Дисплазия Тазобедренного сустава Из патологической Антиторсии Проксимального Отдела бедра Вот в этой ситуации Да Избыточная Внутренняя ротация Ну вот Чтоб не путались Наши слушатели А я еще По правилам Викцинации Что бывает Избыточная Наружная ротация Почему это я сказал Потому что Когда происходит Вывих бедра Вывихи бедер Бывают передние Чаще Вот когда Вывих бедер Передний Тогда Головка выходит Впереди А бедро Ротируется Кнаружи Да Вот путать не надо Избыточная Внутренняя И еще раз говорю Что если нормальная Скажем угол наклона впадины Ацетабулярный индекс То это не значит Что диагноз дисплазии Не будет установлен Имеет значение еще То Как в процессе Нутриутробного развития Произошел разворот Проксимального отдела Бедра Вот из такого положения В такое Безусловно Наличие ограничений Движения в тазобедренных Суставах Может быть связано И с какими-то Неврологическими Нарушениями Да То есть Повышенный мышечный Тонус Либо наоборот Гипотонус В мышцах Нижних конечностей Поэтому Это В плане Дифференциальной Диагностики И назначается Рентген Тазобедренных Суставов Для того чтобы Не пропустить Дисплазию Но именно в 3 месяца Не раньше В 3 месяца Александрич Скажите Почему в 3 месяца Потому что Бывают случаи Приходят родители И говорят А почему В месяц УЗИ А не В месяц снимки Ну ответ очевиден Но вот еще Расскажите Почему в 3 месяца Значит Для Выполнения Обследования Тазобедренного Суставов В возрасте Месяц Достаточно УЗИ Мы редко Крайне редко Назначаем Рентген Обзорную Таза В связи С тем Что Во первых Часть костных Структур Не имеет Ядерокостенения На рентгене Хрящи не видны Да То есть Мы видим Только костные Структуры К 3 месяцам У нас уже Появляются Ядра Костенения Достаточно Четко Визуализируются Костные Элементы Проксимального Отдела Бедра И тазовый Компонент Когда мы можем Однозначно Сказать Есть дисплазия Тазобедренных Суставов Либо ее нет И вот если На УЗИ В месяц Ортопед Устанавливает Что это Дисплазия Как лечится Ребенок От месяца до 3 Вы говорили Называли вот эти Периоды От месяца до 3 От 3 до 6 И дальше Хочется Помимо того Как начать эфир Я вам сказал Что Вот в 2008 В 2009 Мы начали вести С Михаил Санычем Форум И почему Вот то что мы сейчас Говорим В большей степени На этом форуме Оно отражено И даже сейчас Мы не так часто Там вот Михаил Саныч его ведет Но он не так часто Отвечает Почему Потому что все ответы Касающиеся Дисплазии Тазобедренного Сустава Врожденная Вывиха бедра Стандартная ситуация Подробные ответы Мои Михаил Саныч Они там есть И все что мы сейчас Вот проговариваем Там Ну вот уже написано И достаточно Для родителей Доступным языком И может служить Какими-то Ну методическими Рекомендациями Как правильно лечить На что обратить внимание Вот мы раньше создали Сайт детского отделения Детская ортопедия Город Киров Можно найти По ссылке Легко перейти Дальше попасть На форум Detorten Народ.ru По-моему Я сейчас захожу Лечение Это физиопроцедура Электроэлектрофорез Если да Правда 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 Первый ортопед Который мы попали Вот тогда Десять лет назад Он нам пригрозил Именно этим И тогда Это было правильно На тот момент Применялись Другие подходы В лечении Данной патологии То есть Это была Жесткая фиксация С гипсовым поясом Когда полностью Исключались Движения В тазобедренном суставе На сегодняшний день Подходы Абсолютно Кардинальные А вот я хочу спросить У вас Михаил Александрович Как раз Мамы часто обсуждали В то время Сейчас может быть Совсем определенные подходы Насчет пеленания Жесткое пеленание Или свободное пеленание Свободное пеленание В принципе Нужно использовать Не только Когда ребенку Поставили Вот такой диагноз Что происходит От 3 до 6 месяцев В какое лечение Применяется От 3 до 6 месяцев Применяется Еще раз повторяю Функциональное лечение Если установлен Диагноз Дисплазия То идет применение Функциональных Отводящих шин В любом случае Применяются Функциональные Отводящие шины Это ключевой момент В лечении Патологии Тазобедренного сустава То есть Как они выглядят Это может быть Шина Кошеля Стремена Павлика То есть Тут великое множество Мы в основном В своей практике Применяем Шину Кошеля Отводящая Функциональная Повязка И на фоне Функциональной Отводящей Повязки В положении Полного Отведения В тазобедренных Суставе Сгибания Происходит Центрация Головки бедра В вертлужной Впадине В результате Того Что нет Жесткой фиксации Сохраняется Движение В тазобедренных Суставе Соответственно Идет Правильно До развития И вертлужного Компонента И проксимального Отдела бедра С фартуком Без фартуком Но вот на наш взгляд И по мнению Скажем Ведущего Института В области Детской ортопедии Института Минтурнера Их специалистов Мы в общем-то Обмениваемся Опытом И общаемся Шина Кошеля Очень оптимальна Потому что Она может Раздвигаться Скажем По длине Она Достаточно Удобна При ношении С чего Ее сейчас делают Потому что В нашем случае Это была Тяжеленная Железная Такая Конструкция Не раздвигающая Были такие проблемы Она была Не раздвигающая Она была Еще и с фартуком Который Сползал Справа Влево Потому что Шину Кошеля Можно сделать Хорошую Можно и плохую Она должна быть Раздвигающейся Она должна быть С лямочками Но вот Я думаю Что на сегодня Такие проблемы Они Шина Кошеля До какого возраста Применяется Это в зависимости От того Как идет Какая динамика По Рентгенограммам До развития Изобедренного Сустава То есть Она может Применяться До года Даже когда Ребенок пошел Вообще Лечение Кстати Как он идет В данном случае Он не идет А в том то и дело Так сидит Консервативное Лечение Данной патологии Проводится До полутора лет До года Восьми месяцев Соответственно Для Каждой Функционально Отводящей шины Есть свои Определенные Показания И последовательность Лечения Хочется сразу Оговориться По крайней мере Мы даже Встречали В книжках С Михайловичем Что он говорит До года До полутора Центральные Институты Города Москвы Писали Что даже Где-то И до двух С половиной Лет И я помню В некоторых Ситуациях Кто-то пытался И до трех Лечить С помощью Вот этого Отводящего метода Но естественно Разумно И логично Что нас спасло Практически То есть Ребенок Может и ползать И ходить Ходить Но это Это было Шина Виленского Это отдельная история В ней Ходить В ней В положение Отведения Но по моему Опять же Убеждению Это не совсем Удобно Ведь Стандартное Отведение Наверняка Там коленки На уровне Плеч Можно разное Отведение Устроить Но вставать В положение Отведения Очень тяжело И может Сформироваться Так называемая Все-таки Вальгусная Деформация В какой-то Степени Вот Используя Вот этот Вот Кстати Один раз Используя Вот этот Побочный эффект Шины Виленского Мы с Михаилом Санычем Как У нашего Коллеги Занимались Лечением Потенциально Воростной Деформации Нижних Конечностей Вот иногда Скажем Такие Побочные Эффекты Некоторых Конструкций Помогают Устранить Превоположную Деформацию Значит В нашем Центре Ортопедии Терматологии Ортопедии Врачи Предпочитают Шину Кошеля Правильно Я понимаю Все Если вы Хотите Чего-то Другого То Видимо Нужно Консутироваться Мы считаем Что это Оптимальный Вариант Хотеть Можно Все Что Угодно Но Тут Главное Соблюсти Принцип Отведения Отведения Правильно Подобрать Шину По длине Научить Родителей Как ее Правильно Носить Причем Если Это Выгод Бедра Объясняем Носить Нужно Круглосуточно Сгибание Будет Угол Острый Будет Верхний Край Коленок У ребенка На уровне Пупка Потому что Здесь Важно Соблюдать Стабилизацию Мы Разговариваем С родителями Объясняем Что Ваша Ситуация Если Это Дисплазия Сустава Это Один Случай Можно И Снять И Помыться Есть Децентрация То же Самое Подвывих И Вывих Бедра Это Другая Ситуация Каждый Раз Демонтаж Шины Снятие С ребенка Может Закончиться Релуксацией Либо Вывих Бедра И повторным Вправлением Формированием Борозды Вправлений И Вот В этой Ситуации Когда Мы Видим Все Зависит От Родителей Если К нефункциональному Способу Лечения Иногда В редких Ситуациях Либо Загипсовать Либо Приходится Уже Нам Мы Видим Что Консервативный Способ Не Помогает В возрасте Трех Шести Месяцев Семи Двенадцати Месяцев Иногда Дополняется Кстати То что Сказал Михаил Александрович И Какими-то Минимальными Оперативными Мешательствами По Снижающими Тонус Потому что Мышцы Они тоже Напряжены Если в случае Возможно Теномиотомия Мышц Приводящих Либо Предварительная Подготовка Для Ношения Шины Это Сложные Какие-то Травматические Операции Нет Это Мало Не Но Надо Сказать Что Если Идти По Степени Сложности Если Мы Видим Что Консервативным Путем Вывих Вылечить Нельзя Есть Такое Мнение Менее Подтверждено Практикой Что Скажем Так Какие-то Травмирующие Сустав Способы Вправления Вывих Они Неправильные В последующем Можно Получить Либо Асептический Некроз Головки Бедра Либо Сустав Будет Болеть Если Мы Видим Что Вывих Не Вправляется Бывают Такие Случа Естественно Мы Делаем И Ортографию Тазобедренного Сустава Но На этом Сейчас Не будем Останавливаться Потому Есть Другой Комплекс Мер Которые Мы Применяем Мы Пытаемся Выяснить Причину Почему Вывих Не Вправляется Делаем Ортографию Вводим Контраст В сустав Если Фигура Песочных Часов Смотрим Насколько Там Все Безнадежно Но Если Мы Решили Что Вывих Не Вправляется И Готовим Ребенка К оперативным Влечения Мы Отпускаем И Встречаемся В возрасте Около Двух Двух С Детерсионного Резирующего Медиализирующего Остеотомию Проксимального Отдела Бедра И Остеотомию Таза Это Большая Реконструктивная Операция Серьезная В области Тазоверного Сустава Мы Их Выполняем Надо Сразу Сказать Что Часть Разные Подходы Существуют В стране По лечению Вывих В бедра Мы Сейчас О вывих Уже Говорим И Под вывих Вот И Каждый год Что-то новое Сейчас Михаил Саныч Ездит Я спрашиваю Что ты увидел Там Не только У нас Но и Разные Тактики Не только В России Но и За рубежом В какое-то Время Начиналось Подходы Вправлять Вывих Бедра В год Оперативным Путем Не вмешиваясь На вертлужном Компоненте Ну Я не буду Комментировать Мы это у себя Пока не внедряем Не знаю Ничего не бывает Скажем так Это где-то у нас Сейчас делают Чей это опыт В России Делают Да Такие вещи Здесь нельзя вмешаться На максимальном отделе бедра Здесь не делается Остеотомия таза Это только открытое Вправление Вывиха бедра А потом уже У части пациентов Которым вывих бедра сделан Приходится выполнять Еще дополнительные Корригирующие остеотомии У большей части У большей части Поэтому мы считаем Что лучше вмешаться Один раз Да И это наверное правильно И сделать полноценную операцию Причем Отдаленный результат Ну я считаю Это как минимум Как минимум Не хуже Давайте Все-таки Мы расскажем Нашим слушателям Во-первых Каковы результаты То есть К чему готовится Процент излечения От этого А потом еще скажем Какие причины Кстати очень правильный вопрос Светлана Вот Сразу хочу сказать О том Что чем раньше Начато лечение Вот чем ближе К дню рождения Начато лечение Вывиха бедра Дисплазия сустава Тем лучше результат Группа 0-3 месяца Да Одна результативность Но если мы начнем Лечение вывиха бедра Подвывиха В возрасте 7 Там 6 месяцев и старше Результативность Совершенно другая И вот наверное Об этом надо сказать Да Чтобы родители Серьезно к этому Относились И мы не говорим О том Я сам начальник Сказал что Диагноз ставят все Но если кто-то Заподозрил Наверное Нужна консультация Специалистов Безусловно На сегодняшний день Практически Все районы Кировской области Большая часть районов Кировской области Закреплена За ортопедами Центр травматологии Ортопедии Нейрохирургии Либо это Травматологи Ортопеды Межрайонных центров То есть Удается Проводить Осмотр Детей Первого года Жизни Что касается Результатов Лечения Могу сказать Что До 80% Вовремя Начатое Лечение Дисплазии Тазобедренного Сустава Подвывиха Вывиха Бедра Приводит Хорошим Результатом Это мы Ответили В своей работе После того Как Еще раз Повторяю Ввели Скрининговый Метод Обследования Значительно Сократилось Количество Открытых Оперативных Мешательств На Тазобедренном Суставе Я говорю Об Артратемиях И открытом Вправлении Вывиха Бедра То есть Нам удается На ранних Этапах Диагностировать Данную Патологию И Консервативное Лечение При грубой Патологии В том же Вывихе Бедра Не всегда Подразумевает В дальнейшем Исключение Оперативного Мешательства Но Проведение Консервативного Лечения И устранение Закрытым Путем Вывиха Бедра Функционально Не одномоментом А еще раз Повторяю Функционально Это сокращает Объем Операции Практически Ну процентов Наверное На 40-50 И дальнейший Результат При Отсутствии Артратемии Тазобедренного Сустава Открытого Вправления Он будет Совершенно Другой Нежели Несуставная Операция Если Мы возьмем Вот такой Простой Пример Не из жизни Возьмем Ребенка Чаще Страдают Девочки Чаще Сустав Левый Вывих Бедра Я посмотрела Что 80% Пациентов Это девочки Так получается Чаще Девочки Чаще Сустав Левый Тазобедренный Если Ребенок С вывихом Бедра Будет Начато Своевременное Лечение В возрасте Скажем Двух Месяцев То К году Вполне Возможно Что даже И ацетобулярный Индекс Будет Нормальный И сустав Будет Стабильный То есть Ребенок Вполне Может И в последующем Да И в последующем Большая доля Вероятности В этом Есть И в последующем Никаких Оперативных Мешательств Не потребуется Если Этой же Девочке Условной Начать Лечение В возрасте 4-5 Месяцев Вполне Есть Вероятность Что С учетом Ношения Отводящих Шин В возрасте Год и 2 Год и 5 Сустав Будет Стабильный Но Как сказал Михаил Саныч В возрасте 2-5 Лет Потребуется Операция Только На Вертлужной Впадине То есть Стеатомия Таза Для того Чтобы Сустав Стабилизировать И наклон Устранения Избыточного Поворота Бедра Кпереди То есть Операция Не будет Внутрисуставная Она будет Внесуставная Корригирующая Да И если Мы Эту же Условную Девочку Начнем Лечить В возрасте 8-9 Месяцев То я Боюсь Что Могут Шансы Быть Совершенно Плохие И Она Пойдет На гарантированное Оперативное Лечение После Естественно Ряда И других Процедур Попыток Вправления Ну Скажем После Мы проводим Ортрографию Иногда Она Во время Ортрографии Вывих Вправляется После Как капсула Под давлением Расправляется И В общем Головка Бедра Входит Впадину Но Вот Если Не получится То с большой долей вероятности Вот эта условная девочка Она пойдет На полное Оперативное Вмешательство В возрасте Двух с половиной лет Вот Вот вам Как раз И Цена Своевременного Начатого Лечения Одной и той же Патологии От какого-то Конкретного Ребенка Почему Девочки Тут Однозначно Сказать В чем Причина Я думаю Что Вам никто Не ответит Безусловно Предрасполагающим Одним из Предрасполагающих Факторов В данном случае Есть одна из теорий Это влияние гормонального фона Мамы Во время беременности Да Безусловно Что касается Мальчиков Девочек Это Ягодичное Предлежение То есть Это один из Провоцирующих Факторов На что мы Обращаем внимание При сборе Анамнеза Это возникновение Токсикозов Во время беременности И в определенном Проценте случаев Присутствует Все-таки Наследственный фактор Вот это причины Да То есть это Те причины Которые Дополнительно К данным Объективного Обследования Могут Дать нам Информацию Что мы Должны Заподозрить Возможную Патологию Каким-то образом Это последний вопрос Застраховаться Мами На периоде Беременности От этого Можно Или нет Такой страховки Гарантированной Пока Такой страховки Не нет Я думаю Что это вопрос К страховым компаниям Конечно Самое главное Коллеги Самое главное Это Ранняя диагностика Правильно В этом диагнозе Спасибо У нас Сегодня В гостях Был Соведующий Детского Травматолога Ортопедического Отделения Областного Центра Травматологии Ортопедии И нейрохирургии Еговкин Михаил Александрович Приходите к нам еще Дмитрий Кордюмов Светлана Заникова До свидания Всего доброго Слушайте доктора